Продолжим обсуждение итогов политической недели. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, гость нашей программы. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Вот как вы оцениваете все вот эти угрозы забастовок с разных сторон? Почему даже, например, проблему выплаты учителям не могут решить? На самом деле, учителя абсолютно правы, когда протестуют, потому что их просто обманули. Ведь по закону об образовании с 1 января 2018 года зарплата учителя должна быть минимум 3 минимальных зарплаты. То есть это около 11 тысяч гривен, причем это без премии доплаты. На самом деле, за 8 месяцев этого года средняя зарплата учителя 6400. Это меньше, чем зарплата средняя в экономике. Второе, начались задержки по выплатам, потому что уже сегодня ясно, что субвенций и не хватает на миллиард 300 до конца года. И вот это ложится на то, что уже в нескольких областях начались задержки по выплатам зарплаты. И люди просто выходят перекрывать дороги. Кстати, они приходили и в Верховный Совет. Около 200 человек сделали своего рода предупредительную акцию. И я убежден, что акция будет продолжена, потому что люди чувствуют себя обманутыми. Вообще проблема вся в зарплатах, проблема в социальных выплатах, она неизбежно встала бы, потому что с сегодняшним бюджетом и с бюджетом следующего года это неизбежно. Не может страна жить, когда делается бюджет полицейского государства, плюс 15 миллиардов закладывается на выплату силовым структурам. Я даже армию не беру, это полиция, это прокуратура, суды, служба безопасности. И фактически уменьшаются социальные выплаты и зарплаты. Потому что когда анонсируют, что на 5% вырастут зарплаты или социальные выплаты, то даже при официальном уровне инфляции в 7,4% это фактически снижение. Юрий Александрович, социальные выплаты весь этот год ведь обещали еще что-то добавить в бюджете нынешнего года. Говорило правительство, дождемся осени, потом решим кому что добавить. Получается, что уже в этом году добавлять не из чего. Ни одного, кроме нашего закона 90-19, о том, чтобы увеличить бюджет на выплату чернобыльцам согласно решению Конституционного суда, на 765 миллионов, они должны получить выплаты, это то, что им должно государство. Так вот, кроме нашего закона, ни одного закона об изменении в бюджет, по вопросам, которые сегодня ставились, нет. То есть правительство не собирается этого делать, они не собираются пересматривать бюджет этого года. Более того, бюджет следующего года, он в худших традициях повторяет предыдущие бюджеты, которые привели к подобного рода провалам. Давайте к итогам этой недели. Ваша фракция, вот как я понял, не поддержала ни один из четырех законопроектов по языку, да, которые рассматривались на этой неделе. Почему и в каком виде, по-вашему, может быть проголосован окончательный вариант этого документа? Мы считаем, что те законопроекты, которые были внесены в парламент, они в той или иной степени являются карательными. Когда человек просто не имеет права, согласно принятому закону в первом чтении, разговаривать на языке, к которому он привык, когда его ограничивают в своих правах, когда вы в магазине не сможете говорить на языке, они не смогут вам ответить, то это, во-первых, ограничение свободы самого человека, это как раньше загоняли в коммуны и в колхозы. Палкой, дубиной вот так же загоняют сегодня под предлогом защиты государственного языка. Государственный язык надо защищать сильной экономикой, хорошими пенсиями, достойными зарплатами, потому что, учитывая трудовую миграцию и демографическую ситуацию, когда умирает людей больше, чем рождается, у нас в стране скоро вообще некому будет говорить на языках. И еще один очень важный момент, и люди о нем должны знать. Вот по этому закону, который принят, создается четыре конторы, которые будут следить, как он исполняется. Это комиссия по отслеживанию языка, комитет, уполномоченный по защите государственного языка, так он называется. Так вот, учитывая тотально коррупционность сегодняшнего режима, можете себе представить, сколько будет стоить справка о знании украинского языка для претендента на государственную должность. Это колоссальная коррупционная схема. Это в свое время критиковали, была такая попытка сделать тендерную палату. Если вы помните, в парламенте то же самое, когда все проводит через отдельную палату. Вот сегодня все хотят загнать, все экзамены на знание государственного языка, хотят загнать через вот эту кормушку, на которую уже мы знаем есть претенденты. То есть мы против таких схем, мы против таких карательных законов. Поэтому мы это не поддержали. Мы считаем, что наш украинский язык надо защищать, но защищать экономически, повышая уровень жизни людей. Еще одно решение этой недели, это продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса. Вот это решение ваша фракция поддержала. По вашей оценке это может? Поможет урегулированию? Вы знаете, это очень сложный вопрос, поскольку все в стране хотят примирения. И вот этот закон об особом статусе, он является одним из пунктов Минских соглашений, которые всем миром приняты как база для дипломатического решения военного конфликта. И мы прекрасно понимаем, что он не работал и не работает, поскольку он противоречит Конституции и надо вносить изменения в Конституцию. Но, вот как сигнал того, что наша страна готова к мирному урегулированию, как посыл того, что мы готовы к переговорам, вот это как бы надежда на мир, вот мы из этих соображений поддержали. Потому что он является составной частью Минского протокола, который мы в свою очередь тоже поддержали подписание. Это было очень важное, ответственное решение, и оно остановило активную фазу боевых действий. Вот из этих соображений мы поддержали закон об особом статусе. Ну что ж, все понятно. Спасибо вам за этот разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы. Спасибо.